Приветствую вас, мило. Я думаю, что вы не капризный ребёнок, я думаю, что у вас действительно всё гладко. Но также я думаю, что ввиду такого большого количества текста у вас, вам достаточно проблематично ответить, наверное, прям по всем пунктам, которые вы описали. Но по большому счёту у вас текст здесь об одном, да? Это про маму. Текст про маму. Смотрите, вы говорите обём, значит, как отпустить установки родителей, в частности мамы. Установки родителей не отпускаются. Как бы, ну, в прямом смысле этого слова. Установки родителей, они скорее критикуются. То есть есть вещи, которые вы приняли абсолютно безоговорочно. Даже при условии, что... Даже при условии, что вы сами понимаете, что мама ведёт себя не совсем корректно по отношению к вам. Ну, какие это вещи? Например, то, что вы индровец. Я не думаю, что вы интроверт, потому что интроверт, это вообще-то не тот человек, которому тяжело общаться с окружающими людьми. Интроверт – это немножко другое. Это немножко про другое, да? Интроверт, экстраверт – это немножко про другое. Это отнюдь не про то, что человеку сложно и тяжело общаться с другими людьми, он закрывается в себе, молчит и прочее, прочее. Вот, это первое. Также есть ещё некоторые вещи, которые вы также приняли безоговорочно, по отношению к себе. Например, допустим, некое обесценивание себя, да? Допустим, нежелание говорить, потому что вас могут не понять и, там, посмеются над вами, если вас заденут. Например, то, что, вот вы говорите, у вас тих-тихий голос, медленная речь, коверкаются слова, да. То есть, как бы, это такие вот комплексы, что это плохо и так далее. Там, действительно, человеку, может быть, потребуется какое-то время для того, чтобы привыкнуть к вашей речи, безусловно. Возможно, но это касается практически любой речи. Это касается кортавости, это касается хреботы, это касается прочих особенностей речи. Например, человеку, у которого проблемы с дыханием, он говорит, как бы, задыхает. Стоится, если он говорит, как бы, с протиханием. Ну, это, по сути, тоже самое. То есть, это особенность какая-то особенность. Привыкают и, в общем-то, потом они замечают. Вот, на примере моего голоса вы, в принципе, можете сами в этом убедиться, да, как вам будет. Поначалу нелегко слушать мой голос, потом вы привыкнете к нему и будете смотреть только на суть того, что я говорю. Ну, или не будете смотреть на суть того, что я говорю и выключите эту аудиозапись, если у вас нет одного элемента, который необходим для восприятия подобного рода вещей. Этот элемент называется мотивация. То, что, собственно говоря, вообще людей сближает, любых вообще людей, абсолютно любых, без привязки к какому-либо социальному, структурному, там, и прочему положению. Это мотивация. То есть, вот вы говорите, что мне пишите. Например, я говорю медленно, я говорю, ложе тихо, я ковыркаю слава. Окей. Само по себе это, безусловно, проблема. Само по себе. В оторванном виде. То есть, просто так вас слушают. Наверное, будет сложно. Если вы говорите на неинтересную тему. Если вы говорите, как бы, непонятно с кем, непонятно зачем, да и так далее. Но смотрите, не будет ли так со всеми людьми, кроме тех, кого природа, скажем так, не одарила очень красивым голосом. Причем, красивый голос здесь, это такой тембр голоса, который вызывает отклик у других людей. То есть, по сути, в этом плане вы абсолютно равноправны с большим количеством людей. Потому что большинство людей общается не внешними свойствами голоса и не своим даже поведением, а люди общаются своими мотивами, своими целями, своими интересами. И вся вот эта вот история про то, какая вы, да, история о том, что это важно, история о том, что это ценно, история о том, что это очень влияет на то, как воспринимается другими людьми. Вот эта история взята вами от мамы абсолютно полностью без какого-либо, без какой-либо критики. И вот именно эти, казалось бы, основополагающие моменты вам необходимо подвергать критике. Критике. Критика это то, что используется для, вот смотрите, здесь важно не отпускание установок родителей, а для адаптации их к вам. Это первое. Второе. А, да, то, что вот вам стыдно, то, что вы себя чувствуете тараканом, потому что ваша мама там на вас кричала и прочее. Это все вещи, которые вы приняли, безусловно, без критики какой-либо. Кстати, история про тараканы, это история про отсутствие личных границ между вами и, ну, близкими людьми, в частности мамами. Вот. А, здесь нужна критика, здесь нужна критика, здесь нужна именно такое критическое отношение к этим, к критическому члену. А критика в каком смысле? Критика в том смысле, чтобы очистить, убрать все ненужное, что есть у вас, и оставить только самое необходимое. Вот, оставить то, что вам действительно важно, и то, что вам действительно ценно. А, по поводу желаний, да, по поводу того, чего вы хотите. Здесь, опять же, ну, сначала, потому что у вас имеет место быть сильные вот эти вот вещи, что вы должны, как вы должны и прочее. Да, сначала, значит, нужно очистить ваш ресурс от этого. А уже потом, уже потом желание появится постепенно. Дальше. То, что касается вашей мамы, которая, в общем-то, вас наслаждала, да, которая вас десняла в дежурных рукавицах, которая давила на чувство вины и прочее, прочее, прочее. И, которая, по большому счету, не замечала ваших, значит, успехов, и которые, наоборот, помогают всячески вашим братам. Очень важно то, как вы это воспринимаете. Вот эту историю. В вас дело. Если да, то в чём? В маме дело. Если да, то в чём? Почему мама столь предвзята и слепо относится к вам, точно так же, как предвзята и слепо относится она к вашим братам? К большому счету она относится к вам одинаково, просто полюс разный. Просто, вот, к вам минус, а к вашим плюс. Но, к большому счету, предвзята, она есть везде. Да, просто полярность, полярность, полярность разная. Вот, а если у вас проблема, да, например, то какая? Что? Как? Да? Почему ваша мама так вот себя ведёт с вами? Почему она вас боится? Это именно страх. Она же агрессирует с вами? Она же, это именно агрессия, попытка подавить. Почему? Почему? От чего она защищается? От чего она боится? Боится и защищается она от вас. Боится она вас. Боится, что станете вы лучше, чем она. Боится, что вы будете позволять себе то, чего не позволяла себе она. Ну и прочее, прочее. Да. Вот. Следующий момент. Ваши обиды на неё. То есть, ну, в определённый момент своего текста, где вы пишете о том, что, вот, у меня родился ребёнок, мама изъявила желание нам помочь, приехала к нам. И начала, собственно, вести себя вот так, как она вела. У вас есть, как мне кажется, точно такое же предвзятое некритическое мышление в этой ситуации. То есть, насколько вы предвзятое по отношению к себе, настолько же вы предвзятое по отношению к, допустим, к каким-то вещам, к каким-то людям, к каким-то моментам и прочим. То есть, предвзятое вот это вот отсутствие критики, критики не в смысле негативизма, а критики в смысле очищения, критики в смысле отслоения всего лишнего, всего ненужного. У вас так же, как у вас, она отсутствует. Вот. Вы ждёте чего-то от мамы, вы ожидаете чего-то от неё, вы хотите чего-то от неё, и вы обижаетесь, что она вам этого не даёт. Очень важно взглянуть на природу своей обиды, чего не хватает вам. Для чего нужно какое-то поведение мамы? Для чего нужно, чтобы она общалась с вами определённым образом? Да, вы говорите, что сейчас вам всё равно и вы равнодушны. Ну, было бы всё равно и были бы вы равнодушны, вы бы об этом не писали. Не писали, я полагаю, это справедливо. Не писали бы вы про своё детство, не писали бы вы про свои студенческие годы, где мама, значит, ну, обвиняла вас и манипулировала тем, что вам оплачивают там спальное место и прочее. Да? То есть, вот эти все вещи. Понятно, что чисто механически, поведенческие, у вас закрепились некоторые реакции. К примеру. К примеру. Реакция на телефонный звонок. Это реакция такого страха повсения. Реакция на стыд, когда вы чувствуете себя тараканом. Реакция на ещё некоторые вещи. Это чистая эмоциональная ссорь. Чистая эмоциональная ссорь. Вам нужно это прожить до конца, потому что за этими реакциями скрывается невыраженная и не отреагированная функция защиты. То есть, есть некий потенциал такой вот здоровой агрессии, который у вас есть, который вы не реализовываете. Ну, не реализовываете, потому что у вас не было возможности. Вам необходимо помочь это сделать, восстановить баланс, чтобы вы увидели, как можно вести себя иначе, как можно вести себя по-другому, как можно чувствовать, действовать не тем способом, которым вы привыкли пользоваться. В целом, если говорить в целом, я бы, наверное, дал вам такой ответ. То есть, это психотерапия, да, то есть, никакого такого волшебного средства защиты, да, это просто вот психологическая, так сказать, индивидуальная психологическая работа, которая должна с вами проводить. Потому что никакого волшебного средства здесь нет и, вообще-то говоря, быть не может, быть не может. Вот. Значит, то же самое касается вопроса о том, как отделить, вот, свои желания, да, от желаний вашей мамы. Свои желания, свои желания, свои, это желания, которые идут из Хачеву, а желания мамы, это те, которые идут из Должна. Вот. То есть, тут, в принципе, сложного ничего нет. Вот. Если вот мы, ну, если мы вот так вот возьмем, да, просто, ээээээ... Ситуации, если мы возьмем ситуацию, да, если мы ее рассмотрим, добавим, здесь ничего нет. А, да, требуется, как... Требуется, конечно, определенно усидчивость. Требуется, конечно, определенная работа над собой, да. Это правда. Вот. В принципе, наверное, такая вот история. Вот вы пишите, что в её любви ко мне, я тоже сомневаюсь, такие больше технические взаимоотношения. Отголовки её в многолетних установках, что я ничего не умею, не могу, это в глубине подсознания такая осталось. Я не знаю, что я хочу по-настоящему. А вот здесь вы и показываете некоторую такую несамодостаточность, да, то есть неумение полагаться опять же на себя, на свои чувства, потому что они подавляют. Здесь важно именно научиться отделять одно от другого. Вот, в том числе и, как я и сказал, через психологическую работу. Вот. Значит. Ну вот, собственно, так я, наверное, и вам отвечу. Давайте теперь мы немножко пройдёмся по тексту. Вашему. Да, значит. Смотрите. Установки мамы, которые в итоге влияют на самооценку и на меня общаться с людьми. Ну, во-первых, главный вопрос, который я бы здесь поставил, он звучит так. Почему я себя оцениваю? Почему или на каком основании я себя оцениваю? Это, на самом деле, важно. А вот. Потому что, а-а-а, вы себя оцениваете, извините, с какой, ну, позиции. Как можно себя оценить? Как человек может себя оценить сам? Умение общаться с людьми. Ну, опять же, что вкладывается в это вот выражение? Выражение, умею общаться с людьми. Что вкладывается? То есть, вот хорошо. Есть люди, у которых есть красноречие. Есть люди, у которых нет красноречия. Так что вкладывается в умении общаться с людьми. Что есть общение с людьми. Что такое общение с людьми? На эти вопросы нужно искать ответ, потому что совершенно очевидно, что вами это понимается неверно, потому что в этом это понимается так, что основной ориентир делается именно на окружающих, в итоге окружающих получают в лице вас, ну, такую пустую, очень подвижную, податливую, несформированную массу, которую они полностью определяют. Про маму могу сказать, что она женщина гласная, и по её мнению, есть одно мнение, её в детстве я был спокойным ребёнком, когда всё учила, занималась шахматами. А, понимаете как, я бы сказал, наверное, не спокойный, а подавленный. Подавленный такой вот, подчинённый, послушный, послушный. Не бунтующий, не буянищий, не скандалищий ребёнок. Можно ли это назвать спокойным? Вряд ли. На сколько вы хотели ходить в своё шахматы, знать шахматами заниматься, на сколько вы хотели ходить музыкальную школу, на сколько вы любили плавать, на сколько вы любили хорошо учиться, судя по тому, что вы сейчас не музыкант и не гроссмейстер, шахматы и музыка, скорее всего, вам, ну, были не так уж сильно интересны. Постоянно, по-другому, подвергалась критика, не пише всего. И далее начинаете приводить примеры. Счалуйте, хотите найти сторонников своих в этой ситуации. Что это такое? Это неуверенность в себе, это необходимость подтверждения другими людьми того, что вы думаете правильно. То есть, видите, с психологами та же самая схема, что и с мамой. Ну, не с мамой, точнее, а вот, ну, скручающе. Сама моя мама не любила следить за порядком, дома почти всегда было немного все не на месте. Ну, опять же, вот видите, мама не любила порядок, вы говорите все не на месте. Вот, а кто может определить, что на место, а что нет? С одной стороны, это понятно, на 40 квадратных метрах в двухкомнатной квартире у нас было 5 человек, мама, папа, я и двое моих старших братьев. Двое моих старших братов. Ну, это не аргумент, опять же, потому что, как бы, дело не в количестве. Помимо нас, всегда были в доме животные, кот или собака. Ну, здесь, на самом деле, просто проблема, проблема в том, что нет личной границы. То есть, вот личные границы, да, не установлены. То есть, нет такого, где я, где ты, где папа, где мама, где брат, где другой брат, где я. Такого нет. Отсюда проблема. А не из-за того, что людей много. То здесь, судите, рационализация. Несмотря на это, мне всегда ставили в пример других детей, чьи родители и хвастались с моей маме об их чистоплотности и умении делать уборку, как взрослые. При этом, дети еле-еле учились в школе, были рады тройке, кто-то так и относил образование девятикласса, кто-то что-то закончил после школы. Вот, например. Здесь идёт сравнивание. С одной стороны, здесь вы сравниваете себя с другими людьми. С другой стороны, здесь есть обида. Мол, типа, мне приводили пример других людей. Из-за забили. Ожидание того, что, ну, должно-то быть по-другому. Должно-то быть иначе. Вот. Вопрос. А... С чего? Ну, с чего должно быть иначе? Непонятно. Дальше. Меня бы за другую ругали на чём цвет. Стоит. Ну, вот видите, да? Здесь уже как бы такая обратно сравнительная характеристика идёт. Учёба мне давалась в основном легко. Просто у каждого есть сильные и слабые стороны, в том числе и у моей мамы. А подарок – это не её конёк. Соответственно, положительные примеры именно делом, а мне славам и кто-то что-то там где-то делал, где-то делать хорошо у меня не было. Здесь – перекладывание ответственности. Как раньше мама перекладывала ответственность себя на вас, так и вы перекладываете сейчас ответственность на неё. Могут примеры не было, чего вы от неё хотите. Для ребёнка – позиция адекватная. Для взрослого человека – деструктивная. Т.е. ребёнку она скорее помогает. Взрослому она скорее всего просто ставит палку в колос. В колосе. Т.е. это безответственно. Т.е. дело не в том, кто подает вам пример, а дело в том, чего ходить вы сами. Где вам комфортно находиться. Знаете, кому-то находиться комфортно в порядке, кому-то находиться комфортно в безпорядке – это зависит от характера, от типа личности человека. Даже не характера, а типа личности человека. Вот. Поэтому здесь пример вообще не причём. Но здесь перекладывание ответственности на другого человека. Поэтому вы с нами так вот бодайте сейчас, потому что похоже на этом плане. Т.е. мною это воспринималось, как я сейчас понимаю, мои достижения, у которых нет, у других – это ерунда. Мои достижения, у которых нет – это ерунда. А их достижения, как у меня нет – это важно. Вами воспринималось позиция вашей мамы. Не ваша позиция, а ваша мама. При том, что отчасти вы правы. Но право вы в том, что достижения очень субъективны. И объективны достижения не существует. От слова совсем. Вообще. Кто-то просто добивается того, на что у него есть способности. Кто-то не добивается. И всё. Что любые фиксации на успехи человека в том или ином деле. Приводит к сравнительной характеристике. После окончания школы я уехал в другой город, учился в институт. Родители мне снимали место в квартире недалеко от института, где я прожила все пять лет обучения. Училась в Сочи. Но на тот момент в том городе это не мегаполис. Найти подработку цене это было нереально. Можно было условиться а-ля продавцовый магазин на полный график. Не учиться, а заносить перед сессией деньги в деканат. У меня не было опыта даже взяток. И такая схема мне не казалась 100% гарантией. Поэтому 15 лет я была на издевение у родителей. Соответственно они имели на меня рычаги воздействия. Что что неправильно, то что истерика со своей мамой. Так. Ну здесь это всё похоже на очень большую рационализацию, которая по большому счёту сходится к тому, что вы чего-то боялись и не решались, я сделал свои руки. Так. Тут же истерики. Да. Вот истерики. Отдельный момент. Истеричное поведение. Что такое, какова его цель. Дальше. Так. Тут же истерика с вами мамы. В общем, здесь бавление на зону. Чувство вины. В реальности это выглядело примерно так. Приехала на выходные, звонит мне на телефон. Так. Ну про телефон я говорил. Про чувство стыда я говорил так. Что здесь с одной стороны обесценивание того, что важно вам. С другой стороны не отделение себя от других людей. Значит так. После концерта я за врагом относилась к звонкам. Не дай бог кто-нибудь позвонит. Ну вот. А чего вы боитесь? Ага. Дальше. Мама могла устроить концерт вообще на пустом месте. Так. Ну здесь опять же. Опять же. Я об этом говорил. Так. Я пытался себя принять такое, какая есть. Так пытались или приняли? Мне кажется, что не приняли. Потому что вы к себе не прислушиваете. Так. Про интроверт. Про интроверт я говорил. Не могу общаться с большой компанией. То ли из-за страх, что не услышит. То ли из-за страх, что проговорит тихо. И не поймет, что сказал. Но такая уж я есть. Я не уверен, что вы сюда принимаете. Что-таки. Что-таки. Вот. А полностью с этим тоже нужно помочь вам. Ну и здесь вот вы в эпизоде про дождь на пути, по пути насобистрирования, вы пишете про свои ожидания и обиды. Сказал бы, за столько лет можно было научиться, что ваши мамы на что-то способны, а на что-то нет. Тем более, сами пишут, что у нее сильные и слабые стороны. Но нет. Позвонили маме. Чего же даже не понятно. Пришли домой. Чего же даже не понятно. То есть видите, опять же, полная безответственность в этом смысле, в этом смысле. Вот. Ну. Как бы. Вот, если я была очень расстроена. Точно такой поддержки я ждала. А какой поддержки вы ждали? И. Собственно. От кого. Вот. Значит. Дальше. Дальше. Ну и вы пишите про то, что она нас сравнивает. Или сравнивает. Это тоже. Такой вот. Такая установка, которую вы приняли абсолютно без критики. А вот. Значит. Ну, в принципе, и все. В принципе, и так. В принципе, и так. В принципе, и так. В принципе, и так. Надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.